Учёные подсчитали, мы проводим в сети почти столько же времени, сколько спим. Чуть больше 7 часов в сутки. А потом жалуемся то на усталость глаз, то на напряжение в шее. Самое время переключить внимание с гаджета на балет. Ром, ты меня что, в большой театр приглашаешь? Не сегодня. Я имел в виду фитнес-балет. Что это такое и какие упражнения помогут размяться после сидения за планшетом или компьютером? Расскажет и покажет тренер Екатерина Юрочкина. Екатерина, доброе утро. Доброе утро. Ну что же это за балетная гимнастика? Чем она вообще полезна? Это самая эффективная гимнастика, потому что она сочетает в себе балетные упражнения, фитнес-упражнения, йоговские упражнения. То есть это микс всего. Такие сливки помогают, во-первых, улучшать осанку, вытягивать плечи назад, вытягивать шею, укреплять спину. Соответственно, улучшать кровообращение и повышать настроение. Здорово, всё, что нам нужно. Садимся прямо, спину стараемся, поясницу не прогибать, а вытягивать. Поднимаем руки наверх, пересекаем, ладошки вместе и стараемся вытянуться. Стараемся собрать локти и затылком ещё упираться на руки и просто сидим, вытягиваемся. Живот втянуть, поясницу не прогибать. Ох, как непросто так сидеть. Не просто, чувствуете, как тянется. Да. Ага, и вот давайте так посидим, восемь счётов, восемь, прям вытягиваемся наверх, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. А теперь мы можем поменять ручки сразу же и сделать всё с другой руки. Чем хороши эти упражнения, что вы их можете делать сидя, то есть сидя в офисе, где-то дома. Следующее упражнение какое? Следующее упражнение, давайте поставим руки на плечи. У нас очень часто плечи приподнимаются и из-за этого у нас пропадает шея, да? Чтобы у нас была длинная красивая шея, мы поставим руки на плечи, сильно их потянем вниз, лопатки тоже тянем вниз, а шею затылком, не вот так, а именно затылком мы будем вытягивать наверх. Значит, лопатки вниз, а шею наверх и просто сидим. Тут очень важно напрягать вот эту часть, да, верхнюю, но при этом лицо, то есть лицо, губы, челюсти, язык, межбровные морщинки, они должны быть полностью расслаблены. Лицо должно быть полностью расслаблено и ничего не выражать. И вот в таком положении мы можем, упираясь затылком в воображаемую стенку, мы можем начать еще делать повороты головы медленно, при этом упираемся об стенку, представляем, что у нас голова у стенки, мы как будто по стеночке поворачиваем голову, а теперь можем просто задержать и посидеть, растягивая мышцы шеи. Что это упражнение дает нам? Это растягивает мышцы шеи и укрепляет осанку. И обязательно после каждого упражнения нужно встряхнуть, расслабиться, но когда вы встряхиваете, все равно держите спину прямо. Это важный момент. Да, это важный момент. Между движениями, очень важно между движениями спину все равно держать прямо. Давайте еще покажу одно упражнение для кистей, потому что мы часто сидим за гаджетами, да, мышку шевелим, сидим за гаджетами, за компьютером. У нас очень сильно устают кисти, да, они у нас напрягаются. И я вам покажу упражнение, которое хорошо расслабляет кисти. Никогда бы не подумала, что у нас кисти устают, и как их расслаблять. Да, у нас устают. Давайте сделаем так. Как будто у нас с двух сторон стеночка, мы ладошки сильно на себя, локти прямые. И прям давим ладони на себя и со всех сил. При этом, да, это непростое упражнение. Как все тянется. Тут смотрится очень легко, на самом деле очень сложное упражнение. Лопатки тянем вниз, затылком вытягиваемся наверх. И теперь делаем вниз, наверх, вниз, наверх. А почему такие болезненные ощущения в руках? Ну, потому что... Это у нас так не растянутые мышцы? Может быть, застой, да, долго не тренировали кисти. И вот так вот можно делать 16 или 32 раза, и вы почувствуете, как кровь сюда хлынула. У нас тут есть еще какая-то загадочная зеленая резинка. Да. Для чего она нужна? Да. Можно использовать резинку, но можно использовать все, что угодно. Можно использовать линейку, если вы в офисе сидите. Можно использовать какую-то газету. Удома полотенца, наверное. Все, что угодно. Для чего она нам нужна? Она помогает еще больше растянуть грудные мышцы и всю верхнюю часть. Смотрите, что мы делаем. Мы берем резинку на ширине плеч, не шире. Поднимаем руки наверх и заводим назад, и еще ее растягиваем. И локти прямые. И вот почувствуйте, как растягивается вся верхняя часть. Должно быть такое приятное чувство. Да, да, да. Прям на грани. Спорный момент. И приятным ощущением, да. И можно еще немножко прям попружинить, чтобы заводить еще дальше руки. Здорово. Ну и напоследок есть какое-нибудь упражнение еще? Да, конечно, безусловно. Фирменное ваше. Я вам покажу. Фирменное. Мое любимое упражнение. Встаем мы, да? Да, мы встаем. Пятки вместе, ноги вместе. Подходим к стулу. И уходим максимально вниз. Ой, а если мы не уходим, можно согнуть коленочки? А коленки лучше не сгибать. Можно еще шаг назад сделать. Пытайтесь выпрямлять коленки. Вы прям почувствуете, как подмышками тянутся. Лучше не качать, а просто пока подержать. Держим секунд 10. И потихоньку поднимаемся. Спасибо вам за такие полезные упражнения. Обязательно будем делать, чтобы осаночка у нас была как у балерины. Хорошего вам дня. Спасибо вам.